Первые скважины на этом месте появились в далеком 1972 году. О качестве воды тогда мало кто задумывался. Главное, что она была в принципе. После распада Советского Союза водозаборный узел и вовсе стал приходить в негодность. И только в 2015, когда ВЗУ передали на обслуживание ВИДНОВскому производству техническому объединению городского хозяйства, встал вопрос о реконструкции объекта. Наше объединение за свои деньги разработало проектную документацию по реконструкции вот этого ВЗУ, будем так говорить. И этот проект прошел в государственную экспертизу. В 2016 году молоковское поселение совместно с районной администрацией заложили деньги на строительство уже в 2016 году вот этой станции очистки и нового здания. Вопрос о том, чтобы обеспечивать местное население качественной питьевой водой, среди молоковских депутатов поднимался давно. Поэтому, когда появилась возможность реконструкции водозаборного узла, все проголосовали за принятие этого решения. Наболевшая тема, она стоила не только при нашем созыве, но и ранее. Но текущим созывам удалось в конце концов дойти до какой-то завершающей течки, к точке, к сожалению, это дело не такое простое. Поэтому текущим созывам были предприняты все меры, чтобы была построена данная станция без железования. Проектом было предусмотрено не только строительство станции очистки, а реконструкция двух прежних артезианских сважин и бурение новой, чтобы наладить надежное, бесперебойное обеспечение населения водой, а также ремонт резервуаров чистой воды. На сегодняшний день обновление завершено на 80%. Теперь здесь установлено современное импортное оборудование, которое осталось только протестировать. Для этого в течение месяца на объекте будут проводиться пусконаладочные работы. Но чтобы жители Молокова получали очищенную питьевую воду, выходящую из нового водозаборного узла, необходима реконструкция труб в поселении. К нам обратилось ПТО городского хозяйства с просьбой выделить деньги на замену труб. Совет депутатов в Сельскопсельноморске собирались мы, дискутировали много, ни один депутат не был против. Все депутаты были за то, чтобы выделить финансовые средства на замену этих труб. Единственное, у нас было предложение ПТО городского хозяйства, потому что у нас там сделано в том году благоустройство по некоторым улицам, лежит новый асфальт, и мы попросили, чтобы не копали асфальт, а делали горизонтальное бурение. По плану работы по замене труб должны завершиться до конца этого года. И тогда у жителей села Молокова из кранов начнет идти чистая вода. Юлия Погасьян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видно.ТВ.